Осталось совсем немного до Нового Года, но праздничное настроение появилось не у всех. Один из методов его создать – украсить свою квартиру. А вот о том, как это сделать, поговорим сегодня с Анной Гадыльщиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я уже вижу, что вы подготовились, вы пришли к нам в гости не с пустыми руками. Здесь, я так понимаю, все составляющие для того, чтобы наглядно показать зрителям, как украсить свое жилище. Конечно, конечно. Настроение новогоднее нужно создавать. Я полагаю, что каждый у себя дома это может сделать своими руками. Я сейчас, конечно, с большим удовольствием покажу, как это можно сделать быстро, красиво. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем делать такую замечательную кружечку, которую можно поставить в себя дома на полочку или дополнить ее в качестве подарка. Есть, наверное, сразу вопрос, а где взять эту елочку? Да, такое появляется. Елочка эта продается абсолютно во всех флористических магазинах. Называется она Нобелес, называется она Пихта. Эта елка обладает таким свойством, что даже высыхая композиция не будет осыпаться. Поэтому и пахнет она чудесно. Поэтому ее можно приобрести и сделать новогоднюю композицию самостоятельно. Чтобы нам сделать вот такую кружечку, нам еще понадобится с вами замечательная губка. Я думаю, многим она известна. Называется она Оазис. Вот такая красота. Да, 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 вот она нагляднее здесь продемонстрирована. Ее также можно купить в любом флористическом магазине. Что мы делаем с этой чудесной елочкой? Ее нужно будет разделить на небольшие веточки. И чтобы хорошо установить Оазис, нужно будет кончик зачистить. Ой, слушайте, а давайте-ка я этим как раз и займусь. Чудесно, если бы вы всегда мне помогали. Звоните, звоните, приду на помощь. Пожалуйста, пожалуйста. Только до какого уровня нужно это сделать? Примерно вот? Да, да, все чудесно. И что же мы делаем дальше? Дальше мы вставляем это все в кружечку. И делаем такую небольшую композицию из ели. Как вашей душе хочется. Ну, пока вы вставляете веточки, я пока вас немножко попытаю, да, и вопросами. Вы уже подготовили подарки на Новый год, которые будете подарить? Так сложно декораторам готовить подарки в самый сезон работы. Сейчас декораторы создают в большей степени настроение для других. И как все сапожники без сапог, потом где-то в 29-30-х числах... То есть люди делают оливье, а вы делаете, я так понимаю, подарки. А мы делаем подарки. Но делаем мы это уже быстро, потому что это наша работа. Упаковывать я их могу с закрытыми глазами. Так, вот я одну как раз делала замечательную такую. Прекрасная работа. Спасибо, таких приятных комплиментов мне давно никто не делал. У нас уже, я так понимаю, обрастает наша кружечка. Естественно, чуть-чуть и готово. Это лишь к тому, что делать это несложно и быстро, но чертовски приятно. Ну, запах, если честно, очень приятное дополнение к процессу. Конечно. К сожалению, зрители наши его не ощущают, но вот мы можем передать. Действительно пахнет Новым годом, лесом, какой-то природой. В общем, всем тем, чего хочется в этот замечательный праздник. Если эту кружечку разместить у себя дома, где-то на полочке, получается, аромат будет... А сколько вот она будет радовать, вот такая кружечка? Вы знаете, у нас есть те люди, которые к нам по прошествии года возвращаются, говорят, она вот стоит, быть может, ее дополнить живыми. То есть кружечка, засыхая, конечно, немного меняет свой цвет, но не осыпается и остается с вами на целый год, поэтому... Так, я уже почти что мастер по обрыванию иголочек, поэтому давайте мне еще фронт работать. Что еще нужно оборвать? Или уже достаточно оборвать? Уже достаточно, мы практически уже будем заканчивать и приступать к самому приятному. Так, давайте раскрывать секреты. А самое приятное – это декор. Это те игрушечки, которые мы туда с вами разместим и дополним. Слушайте, игрушечек очень много, глаза разбегаются. Как выбрать, как сочетать? Есть ли какие-то правила? Что с чем сочетается, что с чем не сочетается? Сочетание... Ну, естественно, конечно, есть классические сочетания цветов, всем привычные. Это красный, золотой, новогодний, да? Мы их сегодня не будем использовать в кружечке, но сейчас тенденции таковы, что никаких правил нет. В общем, все, что хочет душа. Это же делается либо для себя, либо в подарок кому-то, поэтому... А нет ли возможности переборщить? Вот со всей душой, когда подходишь к вопросу, чего ты переборщиваешь? Можно. Ну и что? Если хочется много, нужно себе ни в чем не отказывать, я так считаю. Действительно, настроение должно быть много, как и игрушек. Все эти вещи, которые вставляю я в кружечку, можно приобрести в абсолютно любом магазине. Их сейчас очень много. Но когда вы их вместе соберете в кучу самостоятельно, эффект от подарка, я полагаю, будет другой. То есть мало того, что просто подарить подарок, можно еще и собственными руками, соответственно, вложив чуточку своего тепла. Конечно, конечно. Слушайте, как будто бы уже кружечка прям приобретает финальный вид. Корица. Корицу тоже можно приобрести, самостоятельно связать. И туда. И в случае, если у вас будет плохое настроение, можно где-нибудь в апреле, когда эта кружечка уже настоится, заварить себе ароматный кофе или чай и добавить туда как раз-таки корицу. Либо глинтвин. Либо глинтвин тоже хороший вариант, но это такой новогодний. Многие, да, достают уже в Новый год корицу и отправляют ее по назначению. Так, мы с вами можем дополнить еще игрушечками. Слушайте, ну буквально сколько мы с вами, наверное, собирали ее? Минут пять? Не долго, не долго. То есть за 3-5 минут у нас уже собранный подарок. Я уже вижу, что он достаточно красив. Я даже не знаю, как можно сделать его более красивым, но я вижу, вам не хватило немножко пихты. Да. Чуть-чуть. Да. В процессе, конечно, сборки можно добавлять какие-то вещи, если вам кажется, что ее недостаточно. Она очень послушная в работе и приятная. Еще чуть-чуть. А кому бы вы подарили вот такую игрушечку? На самом деле, уже все те, кто получает от меня подарки, привыкли, что в дополнение всегда идет либо цветочная... Они уже ожидают, они уже рассчитывают. Они ждут, они знают. Так, в прошлом году это был венок. Что же будет в этом? Поэтому я вынуждена, вынуждена... Уже все, выхода не остается, да. Вынуждена собирать в подарок, естественно, что-то в дополнение. Но отмечу тот факт, что мне это приятно. Поэтому я не жалуюсь, с удовольствием собираю эти кружечки. Единственное время, вот это вопрос времени единственное. Поэтому, я думаю, скорость потому такая... У меня даже глаза не всегда успевают смотреть за тем, что вы делаете. Это набитая рука, я так полагаю. Да. А вы давно уже этим вопросом занимаетесь? Получается, в районе шести лет. Ох, ну за шесть лет, конечно, да. За шесть лет собрала я столько кружек, так что сейчас было бы стыдно собирать ее долго. Но она у нас практически готова. Немножко хлопка еще. Ну, не знаю, возможно, это будет лишним, но мне хочется. Но, как мы говорили ранее, лишнего здесь не бывает. Конечно. Кружечка готова, я так понимаю. Кружечка готова, конечно. Такая красавица у нас получилась. Такая милашка, которая делается совсем недолго. И можно сделать, в принципе, из подручных общений. Конечно. У всех дома есть игрушки, у которых отвалились какие-то штучки, которые не вешаются уже. Вот, пожалуйста, можно собрать хороший подарок. И радовать он будет вечно. Можно, например, смотрю. Здесь у нас еще замечательная кружечка подобрана. Кружечка подобрана у нас с линенком. Таким небольшим тоже символом Нового года. Вот такую замечательную вещь можно собрать буквально там за пять минут. И порадовать своего любимого, близкого человека. Так, мы еще что-то будем изобретать с вами сегодня? Конечно. Конечно, дорогих людей порадовали. А себя порадовать. Себя нужно, конечно же, тоже. И радовать нужно всегда. В преддверии у нас предстоящих праздников застольев будет много. Застольев будет много. И в обилии всего того, что можно съесть, я как декоратор люблю, когда стол еще и красиво украшен. То есть не только желудок, но и глаз тоже радуется. И глаз радовался, конечно. И очень здорово, если в центре стола будет располагаться красивая новогодняя композиция. Так, хозяюшки, смотрите, учитесь. Совсем скоро Новый год. Вам пригодятся эти навыки. Да. Для наглядности тоже взяла все подручные средства, которые можно найти и дома. Любая крышечка, любая тарелочка. Тот же самый оазис, который мы с вами размещаем в центре. И далее это все будет обрастать елочкой. Так, дайте мне какое-нибудь задание. Я тоже хочу поучаствовать в создании. О, как раз то, в чем я стала просто уже мастером. Так, вот такого размера подойдут или нужны поменьше? Можно делать разные, а я уже, если что, не буду. Ну, все, замечательно. Отбор тогда мастером будет пройден потом. А мы пока будем обрывать. А вообще, расскажите, пожалуйста, вы занимаетесь декором уже такое долгое количество времени. Какие были самые интересные запросы, скажем так, самые сложные задачи, которые удалось реализовать за это время? Сейчас сходу, конечно, вспомнить сложно, потому что кажется, что любое мероприятие, которое с тобой происходит, это непросто. Это непросто. Но чаще, конечно, с нами случаются события свадебные, свадебные события. И здесь сам повод и все то, что происходит, настолько приятно, что, признаюсь честно, не было таких прям сложных и невероятных задач. Это лишь просто счастливый, хороший повод, который мы делаем красивым. Но, тем не менее, была ли какая-то невеста, допустим, если мы говорим о свадьбах, которая говорила, вот хочу, вот потолок из орхидеи, вот хочу? Все с нами было, все с нами было. Сейчас, конечно, мода на то, чтобы сделать свое событие индивидуально особенным. Не похожим ни на что другое. Не похожим на другие, конечно. Это очень круто, когда у людей есть какая-то история, о которой они хотят рассказать своим праздникам. Эти проекты нам нравятся больше. И были у нас и женихи-пилоты. Даже так? Ну, конечно. И те, кто познакомились в лесу, по-моему, в тайге, и у них была свадьба полностью из МХА. Слушайте, интересная история. Так, вот я как раз очистила. Интересная история знакомства в тайге. Я, пожалуй, хотела бы познакомиться. Это было очень давно. Я, к сожалению, не помню деталей. Но помню, что МОХ в тот день монтировала я по всему ресторану. То есть бывали и вот настолько сложные даже задачи. То есть я понимаю, почему сборка вот таких композиций занимает 5 минут. Ясно, что с самхом это не сравнится никаким образом. Ну, а вот как украсить, допустим... То есть мы говорим про композиции, а если говорить про новогоднее традиционное дерево, да, наше, то есть елочку, есть ли какие-то советы, вот допустим, не хочу я украшать его обычными шарами, что-то я хочу вот изобрести. Что это, например, может быть? На самом деле часто стали использовать вещи в декоре елочек, сделанные своими руками. Сделанные своими руками. Часто выпекают печенье имбирное. Оно доживает? Просто как сладкоежка я могу сказать, что на нашем дереве новогоднем не задерживается ни одна сладость. Куда-нибудь повыше. Чтобы не дотянуться, да. Добавляют имбирные печеньки, очень это мило и красиво смотрится. Добавляют... У меня была одна семья, которой мы ежегодно украшаем дом. И поступил такой запрос. Нам бы хотелось, чтобы в детской комнате детские игрушки, которые лежат без дела, оказались на елке. А детские игрушки каких размеров? То есть вот-вот-вот? Машинки разнообразные. Мальчишек мы порадовали. То есть для ребят, которые в этой детской комнате проживают, увидеть елку в нестандартном виде с своими игрушками, это очень круто. Так, слушайте, наша композиция, по-моему, уже становится такой достаточно мохнатой. Он где появляется... Я тем временем зачищаю. У меня руки, мне кажется, этот запах, вот этот запах манящей пихты, она будет просто со мной весь день. Я буду ходить... И приятно же. Да, приятно. Буду ходить радовать коллег, я чувствую. О, вот какая у меня красивая-красивая штучка. Хочу ее... Тоже немножечко ободрать. Чуть-чуть. Пожалуйста. Так, а что будет еще в этой композиции, помимо вот этих вот елочек? Как правило, сюда также монтируются разные игрушечки, но и свечи в течение праздника можно зажечь. А это не будет пожароопасным? То есть, ну, люди... Скажем так, застолье иногда сопровождается чем? Не только едой, но и алкоголем. И алкоголь приводит иногда не самые лучшие координации. Если есть такая тенденция к потере контроля, пусть свечи останутся в качестве декора. Слушайте, я вот хотела очень сильно ободрать, скажем так, монстр пихту, эту вот сосну, но уже, к сожалению, она до меня обработана. Я подготовилась. Я подготовилась. Вы слишком ответственны, подожди к вопросу. Чтобы вас не задерживать и скорее показать ту красоту, которую можно сотворить. Она, кстати говоря, уже рождается на наших глазах. Я смотрю, что уже остаются детали буквально. Опять же, не стоит, мне кажется, завидев такую красоту, бросаться в ближайшие лесопосадки и обрывать, скажем так, лапы у всех хвойных деревьев. Возможно, прийти просто, опять же... Тем более сейчас, когда открыты елочные базары, мне кажется, можно прийти и просто даже... Веточки очень много. Да, можно даже попросить. Я думаю, к вам с удовольствием пойдут навстречу. Так вот, я тут прям уже целый лес оборвала. Так что вот объем работы я вам предоставила. Благодарю, благодарю, привычно. Теперь у меня даже обрывание одной веточки уже более ускорено, чем было в начале. Вот такой вот мастер-класс прямо здесь, прямо сейчас учимся с необходимым навыком. Всегда пожалуйста, всегда пожалуйста. Так, а вот эти все игрушки... Вот я вижу, например, у нас на столе есть вот такие вот шишечки. Их тоже где-то нужно приобрести или это можно сделать своими руками, что-то подобное? Всегда, в преддверии новогодних праздников одеваю детей потеплее. И мы... Веду работать их в лес, правильно? Да, на благо, на благо красоты. Мы собираем шишки, их можно покрасить. И нигде не покупать, а опять-таки сделать своими руками. А покрасить это просто краска какая-то или определенно какую-то нужно? Можно приобрести баллончик, баллончик красочек аэрозольный. И дать папе задания где-то в гараже. Ну, дети наверняка относятся к таким затеям очень с большим эдузиазмом. Конечно, конечно, конечно. Им это очень нравится. А вообще вот ваши дети уже, у них есть какие-то любимые, скажем так, поделки, которые они говорят, мам, вот всегда хочу, чтобы они на Новый год у нас были? Знаете, есть такой момент. Во всех дошкольных учреждениях принято носить поделки. И феерия, радость у детей, что их мама может изобразить что-то эдакое. Конечно, они этого момента ждут и с удовольствием со мной собираются. А не пользуются ли этим воспитатели, которые такие, так, у нас есть одна мама, она вот делает из ёлок буквально... Я надеюсь, они смотреть не будут эту передачу, если я буду сдавать все явки по роду. Ну, конечно, конечно. И очень любят в школах наши фотозоны и наши композиции, которые украшают помещение. Вообще, кстати, вот это тоже интересный вопрос. Перед новогодними праздниками наверняка хочется просто заблокировать телефон, потому что очень много заявок. Как вы справляетесь вот с таким объёмом, скажем так, работы? Я думаю, что всё это возможно лишь только тогда, когда ты любишь свою работу. Мне это доставляет удовольствие, поэтому на любой звонок отвечу и прибуду украшать. И для всех найдутся ёлочные веточки, которые украсят... Конечно, и силы, и настроение. Потому что это всё удовольствие, это всё нравится. Я думаю, в любом деле это залог успеха, если ты любишь то, что ты делаешь. Ещё я вижу здесь вот как раз вот это. Это возможность сделать из любой игрушечки классное украшение. То есть это просто шпажки? Это просто шпажки, которые также есть у любой хозяйки. В этом случае это пенопластовый шарик, который можно воткнуть в шпажечку. И также у меня секатор. Просто я даже прикинула, чтобы взять такое, чтобы было похоже на то, что есть у всех, но ножниц не нашла. Это могут быть большие кухонные ножницы. Слушайте, я начинаю вас бояться. Вы просто пойдёте в какой-то момент по улице, и у вас в сумке будет лежать секатор. Мне интересно, люди как реагируют, когда видят вас постоянно с такими орудиями в руках? На самом деле вы загляните в автомобиль декоратора. Там есть всё. Там есть шуруповёрты, мобзи. Такая определённая нарвия, где можно найти. Конечно, конечно. Всё, что угодно. Там есть всё. У меня как-то отвалился бампер. Не говорите, что вы его заделали с помощью ёлочных игрушек, пожалуйста. Нет, у меня был скотч, которым я очень в цвет автомобиля приклеила этот бампер, и полагаю, что могу всё, мне ничего не страшно. Если где-то что-то нужно отремонтировать, у меня всё есть. Всё всегда находится секатор, скотч и прочие-прочие помощники декоратора. Вообще расскажите, а какие ещё... То есть мы уже ознакомились с секатором. Вот он такой замечательный инструмент, который всегда поможет. У судомодов они тоже есть, поэтому дома его тоже можно найти. А какие ещё, скажем так, помощники у представителей вашей профессии? Помощников много. Будут незнакомые слова. Но помощники профессии... Здесь инструменты различные в виде скотчей, ножей, различные флористические ножи. Их, конечно, я не стала приносить, потому что в обиходе такого не найти. А где черпать вдохновение? То есть чтобы не получалось всё одинаковое, а где-то вот не похоже. Есть такое замечательное слово, которое я очень люблю. Насмотренность. Сейчас мы с вами живём в такое время, что информация в доступе, и можно вдохновляться и смотреть на очень многие вещи, которые до нас уже придумали, и трансформируя свои желания делать интересные вещи. Я уже заглянула в ту часть, чем нам предстоит украшать композицию. Мне понравилась вот такая штучка. То есть это, я так понимаю, тоже кусочек чего-то очень лёгкого, судя по весу, который обёрнут в упаковочную бумагу и декорирован тоже маленькими такими шишечками. Это тоже вы делали сами? Ну, хотелось бы соврать, что да, но нет. Приобрела, приобрела. Это тоже продаётся в магазине, и можно тоже купить. Ну и завернуть, конечно, можно самостоятельно. А где-то можно найти? То есть вот, например, есть люди, которые не очень приспособлены к работе руками. Как научиться заворачивать? То есть есть какие-то лайфхаки, мастер-классы? Это я шесть лет назад задавалась этим вопросом. Как же мне достойно завернуть свой первый подарок? Очень много видеоуроков, как это делать. И просмотрев один, получаться будет очень быстро, потому что ничего замысловатого там нет. Просто технологию узнать, и всё получится. Так, а мы сможем сделать вот это прям центром композиции? Очень хочется. Вот моё авторское видение... Вот они, задачи, вот они, задачи. Вот они, ваши задачи, да. Я уже вошла в роль заказчика. Хорошо. Так, и здесь есть у нас ещё вот... Ох, какая летучая. Вот эффектно. Эффектно, да, полетела. И вот у нас ещё есть хлопок. Хлопок мы сможем здесь тоже использовать? Конечно. Так, только он же тут вот немножко у нас... Аккуратно быть. Пять. Пять. Ну давайте мы тогда возьмём тот, который пободрее. Вот с такими спинопластовыми мы определились с шариками, как их протыкать. А что сделать вот с такими, которые вот? Всё просто, всё просто. То есть там есть отверстие, которое вам поможет. В общем, главное запастись шпажками. Шпажки, да. Можно купить пачку шпажек. Насколько я знаю, это в районе, наверное, 70 рублей стоит. 29 рублей. Даже так, даже так. Даже так можно найти за такую сумму. Я просто только из магазина, поэтому я в курсе, сколько это стоит. То есть буквально шпажки, еловые ветки и несколько игрушек. Ну и, конечно же, фантазия. Так, вот уже, по-моему, финальные штрихи, и наша композиция завершена. Правильно? Да. Так, а можно её взять? Она мне очень хочет. Давайте попробуем. Так, там захватили чуть-чуть. Эть, эть, эть. Вот так. Вот такая красота. Ну, я думаю, вы убедились, что создать такое можно в течение буквально считанных минут. Спасибо вам большое, что показали. Не стесняйтесь, не пробуйте свои какие-то силы, фантазии, и украшайте свою квартиру или дом. Спасибо вам большое. До свидания. 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 Продолжение следует...